В 90-х этот термин стал одним из самых употребляемых главными модниками мира Этой тенденции поддались абсолютно все именитые бренды А каждый человек, который считал себя стильным, знал об этом все Конечно же, по названию моего ролика вы, наверное, уже поняли, что речь пойдет о термине eat bags И сегодня я хочу поговорить о том, какая правда и история скрывается за этим термином И какие модели сумок относятся к нему напрямую Мы с вами разберем историю самых знаменитых eat bags Поговорим о самом явлении и о том, что с ним происходит сейчас Меня зовут Аня Куц и мы начинаем Eat bags это не просто термин, это явление, которое подразумевает под собой возведение в культ отдельных моделей сумок В конце 90-х многие модные дома выходили на рынок с заявлением, что созданная ими модель сумки это статус, это must have И без этой сумки не может просто существовать уважающий себя человек Подобное и сейчас существует в мире моды, однако тогда это звучало особенно громко и убедительно Конечно, ситуация постепенно начала меняться и со временем позволить себе культовые сумки могло все больше людей Eat bag появлялись у разных брендов, да и с появлением интернета купить эти сумки можно было уже из любой точки мира К тому же многие начали отдавать предпочтение локальным брендам, игнорируя таким образом навязанную модель определенного люксового бренда Все это достаточно сильно размыло первоначальную концепцию эксклюзивного аксессуара и продажи eat bags заметно упали Но давайте разберемся детальнее По сути, eat bag это такая сумка, которую знают все и у многих девчонок она есть в списке желаний, либо на карте желаний, в зависимости от того, что вы предпочитаете Главное отличие культовой сумки от всех остальных это особая продуманная концепция и маркетинговая стратегия Чаще всего появление eat bag связано с определенной личностью и нашим языковым трендсеттером Таким образом, за созданием каждой eat bag стоит целая легенда ее появления на свет, а вот правдивая она или нет, в этом мы разберемся в нашем выпуске Для начала разберемся с терминами и понятиями Eat bag это производная от термина eat girl Это девушка, которую невозможно забыть Не самая красивая, не самая привлекательная, а именно незабываемая Про таких еще часто говорят что-то в ней есть Термин этот разработал и припнес в нашей жизни Киплинг, тот самый, который написал в 1904 году книгу «Джунгли», где, описывая особенную девушку, он употребил тот самый термин eat girl И то же самое произошло с сумкой Что-то в ней есть, та самая сумка С другой стороны, понимание моды стремительно меняется, особенно за последние лет 10 Тренды меняются и постепенно та или иная eat bag становится уже менее привлекательной, не такой модной Люди тянутся к новому и чаще избегают классики, но ведь это не мешает нам о ней говорить, верно? Одной из первых eat bag принято считать сумку Di Camerino Создала эту сумку Джулиана Коэн для своего бренда Di Camerino в 1945 году В тот период люди устали от войны и лишений, им хотелось красоты и роскоши, поэтому эта прекрасная сумка пришлась как нельзя кстати Изначально Джулиана изготавливала сумочки ручной работы и отличительной особенностью ее бренда были две скрещенные буквы R Eat bag стала багонги, это красно-зелено-синяя сумка с золотой вышивкой Ее нарекли сумочкой принцессы, потому что ее очень любила Грейс Келли Ее форма напоминает трапециевидные баулы докторов 18 века, а название навеяно детскими воспоминаниями автора Дело в том, что маленькая сумочка с массивной ручкой напоминала голову в то время легендарного клоуна багонги А в 1995 году багонги пережила второе рождение, и с тех пор присутствует в каждой коллекции Роберто Дикамерино В ней меняются лишь цвета, материалы и элементы декора Кстати, знали ли вы про этот бренд, потому что он не так на слуху, как Кристиан Диор, Гуччи, Шанели и же с ними? В конце 40-х прошлого столетия появилась еще одна узнаваемая всеми сумка от Гуччи, которая является итбэк до сих пор Буквально пару недель назад я заходила в Миланские Реношенты, и там в бутике Гуччи стоит эта сумка, и ее всем продают как легенду После окончания Второй мировой войны, в период дефицита материалов даже для товаров первой необходимости модный дом Гуччи выпустил бамбук-бэк, сумку с бамбуковыми ручками Таким образом, они внедрили новый материал для производства тех самых сумок, и это стало фишкой Сумка стала культовой, носили ее все, и Элизабет Тейлор, и Иванесса Редгрейв, и даже принцесса Диана Потому что от изначальной модели отпочковалась другая, тоже ставшая культовой модель Тот самый вместительный тоуд с бамбуковой ручкой, который так полюбился принцессе Он был выпущен в 1991 году и стал визитной карточкой принцессы Диана носила этот аксессуар и на шоппинг, и на тренировки, и даже на официальные встречи И таким образом сумка стала своеобразным символом свободы А еще компаньоном на каждый день, не только для принцессы Дианы, но и для тысяч модниц по всему миру Следующая сумка, которая стала Итбэк в коллекции Кристиан Диор, это Леди Диор И к этому тоже причастна принцесса Диана Вообще, Леди Диана была культовым персонажем того времени, и она задала неимоверное количество легендарных трендов Интересная деталь заключается в том, что на этой сумке всегда висит брелок И это отсылка к счастливым побрякушкам, которые суеверный Кристиан Диор всегда носил в кармане Эта сумка стала арт-объектом, ее высекали из камня, лепили, рисовали маслом Дом Диор сделал действительно вневременную сумку, которая стала видом искусства Переходим дальше Не менее популярной является модель Сидло от Диор Напишите в комментариях, кстати, нравится ли вам этот дизайн, или вы считаете, что это уродство Потому что часто модники делятся на две категории Одни называют эту сумку печенкой, потому что она похожа формой, а другие считают, что это must-have в гардеробе любого уважающего себя человека И кто бы мог подумать, что вдохновением для сумки за 360 тысяч рублей послужили бездомные, в простонародье бомжи Как было? В 1999 году Джон Гальяна устроил одно из самых противоречивых модных шоу Бывший дизайнер модного дома Кристиан Диор делал утренние пробежки, во время которых он видел много бездомных Он в итоге вдохновился их креативными луками и сделал коллекцию в бродяжьем стиле Ключевым элементом которой стала сумка, напоминающая лошадиное седло И она получила соответствующее название Saddleback Гальяна вообще был эпатажной личностью, не всегда это оборачивалось для него хорошо Например, пока я рассказывала эту историю про Saddleback, вспомнила, почему он, собственно, стал бывшим креативным директором дома Кристиан Диор Он просто однажды перед неделей парижской моды напился в баре и делал антисемитские высказывания, которые попали в интернет и его спешно уволили А позже суд его признал виновным в антисемитском поведении и приговорил еще и к штрафу в 6000 евро и к испытательному сроку О чем это нам говорит? О том, что пить надо меньше Ну а сумка-седло вошла в историю поп-культуры, когда появилась в сериале «Секс в большом городе» В третьем сезоне Кэрри Брэдшилл отправляется на свидание с Эйденом, взяв с собой бело-розовую версию Saddleback И благодаря бешеному успеху этой сумки в 2001 году продажи Диора выросли на 60% Вот так, одна маленькая сумка, довеянная бомжами, и какой результат! А в 2019 году эта сумка появилась в мужской коллекции Диор и снова выстрелила у модниц И мне кажется, эта сумка, при всем обилии критики, который на нее порой льется, олицетворяет тот самый термин «Идбэк» Не самая красивая, не самая для принцесс, но особенная Модель «Идбэк» есть, конечно же, и у Шанель Сумка 2,55, которая так привычна по своей форме сегодня, в момент своего появления стала настоящей сенсацией Хочу вам напомнить историю Коко Шанель, которую в период Второй мировой войны обвинили в связях с фашистами Из-за чего она была вынуждена покинуть Францию, ее доходы сильно упали Она на какое-то время приостановила деятельность своего модного дома Но не могла оставаться в стороне от своей идеи эмансипации женщин Их избавления от неудобных вещей, корсетов, огромных вот этих шляп И в свои 72 года она все-таки вернулась в индустрию, представив миру свою компактную стильную сумочку 2,55 Кто бы что ни говорил, Коко внесла неоценимый вклад в индустрию моды И она, конечно, была фанатом своего дела А почему сумка 2,55 стала «Идбэк»? Дело в том, что в феврале 1955 года это была первая люксовая сумка на цепочке До этого момента носить сумочки на длинном ремешке считалось моветоном Настоящим леди полагалось носить сумочку в руке, что было не особо-то и удобно А Шанель стремилась создать максимальный комфорт как в одежде, так и в аксессуарах И решила заполнить этот пробел в мире моды В 1980 году Карл Лагерфельд заменил застежку на пряжку с логотипом Шанель А еще принято считать, что госпожа Шанель устала носить и терять периодически свои редикюли Поэтому решила освободить руки В завершение, пожалуй, разберемся еще с тем, почему у сумки такое название Как вы можете заметить, по знаменитым духам Шанель не любила высокопарные названия Очень часто названием становились порядковые номера выпуска модели А в случае сумки в названии легла дата Это был февраль 1955 года 2,55 В 1955 году, кстати, сумочка стоила 200 долларов, а сейчас более 6000 евро Возможно, и вы сейчас, смотря этот выпуск, вынашиваете в голове идею создания аксессуара Или элемента гардероба, который взорвет рынок Поэтому предлагаю вам перейти по ссылке в комментариях под этим видео И подарить миру свое понимание стиля Именно там я делюсь пошаговым планом запуска своего собственного бренда одежды Запустить свой модный бизнес в 2023 году это несложно Поэтому приходите ко мне на бесплатный мастер-класс Я вас жду А мы продолжаем Мир моды, безусловно, изменила еще и Джеки Кеннеди Войдя в бутик Гуччи в 1964 году, Джеки Кеннеди, которая на тот момент уже была вдовой президента США Влюбилась в одну сумочку А там была настолько очарована этой моделью, что купила не одну и даже не две, а сразу шесть этих сумок Что-то есть в этом, да, особенно притягательное Когда ты не ходишь, не мнешься вокруг сумочки, о которой мечтаешь А обладаешь достаточной решительностью и, главное, достаточными возможностями для того, чтобы купить просто сразу все, что ты хочешь купить Эта сумка изначально называлась Констанс, но после такого случая ее переименовали в Джеки И после того, как Джеклин Кеннеди стала амбассадором этой сумки, продажи взлетели в космос И с тех пор Гуччи не прекращали пользоваться этой ситуацией и неоднократно делали ремейки этой сумки, которая стала культовой В последний раз эта сумка была супер популярна, когда у руля Гуччи стоял талантливейший Том Форд И эксперты моды предполагают, что это не конец истории, что эту сумку еще ждут всплески популярности в будущем Теперь важный вопрос Вы любите багеты? Вот настоящие ценители моды точно любят Созданная в 97 году сумка багет очень быстро обрела популярность Дизайнер Сильвия Вентурини Фенди создала культовую итбэк, которую продали в количестве более 100 тысяч экземпляров в первый год продаж Почему багет? Потому что короткая ручка сумочки создана таким образом, что сумка находится строго под рукой Именно так истинные француженки часто несут домой из пекарни свежеиспеченный багет Именно с таким блаженством модницы всего мира носили эту сумку под мышкой в начале нулевых Ну а на весь мир эта сумка прославилась, когда появилась в сериале «Секс в большом городе», конечно же В общем, сумка стала культовой и, как и другие модные дома, Фенди начали перевыпускать ее, используя различные материалы Также все знают сумки от Армес, но не все знают их историю и интересные факты про эти сумки Например, легендарная сумка Келли была создана в 1890 году, но название свое получила только 60 лет спустя А почему так произошло? Потому что Грейс Келли, будучи уже очень популярной личностью, забеременела и не хотела, чтобы об этом узнали папарацци И попав в объектив, она прикрыла свой живот сумочкой Армес Фотография, конечно же, все равно была опубликована на странице популярного журнала Life В том же году сумка получила свое легендарное название – Келли, и ее цена достигала 60 тысяч евро А время ожидания по списку доходило до трех лет, и исключений не сделали даже принцессе Диане От такой недоступности популярность сумки Келли стала просто зашкаливающей И это часть стратегии дома Армеса Ну и, наверное, вы все слышали про историю создания сумки Биркин, о ней я уже рассказывала в одном из своих шортс Но, кстати, настоящую всемирную славу эта сумка обрела чуть позже, в 90-х годах Как раз-таки тогда, когда стала зарождаться эпоха Итбэкс И большой вклад в популярность этой модели внесла Виктория Бекхам Она находилась в эпицентре, внимание, в 2000-х и очень часто выбирала сумочки Эрмес Собственно говоря, вот так эта сумка и стала Итбэк А что же происходит с явлением Итбэк сегодня? О многих этих сумках постепенно забывают В качестве попыток реабилитироваться многие дизайнеры перевыпустили культовые сумки прошлых лет Например, те же багет Фенди или Сэдлбэк Это случилось на волне ностальгии по стилю 90-х и нулевых Юные модели вроде Белы Хадид и Кэндал Дженнер стали носить винтажные модели Но эффект получился спорный, потому что это простимулировало интерес к вторичному рынку фэшн А не к продажам новой модели К тому же многие Итбэкс успевают устареть чуть ли не сразу после старта продаж Потому что к этому времени социальные сети уже полны фотографиями звезд, блогеров, инфлюенсеров с этими сумками в руках Плюс стоимость сумки давно перестала символизировать статус своей владелицы Это действительно так, потому что при желании любой человек, задавшись целью, может сейчас накопить на сумку мечты Взять кредит, станет ли он от этого звездой или богатым человеком? Нет Таким образом получилось, что лимитированные модели с эксклюзивным дизайном Более интересные вложения как в модном плане, так и в финансовом И мы пришли к тому, что сейчас мода и интересный образ не равно люкс Ну а сам феномен Итбэкс сейчас часто подвергается сомнениям И можно встретить мнение о том, что демонстрация статуса при помощи дорогих сумок уже моветон Интересно, что Итбэк по-прежнему продолжает появляться Например, такой сумкой можно назвать небольшую, аккуратную Марк Джейкобс снэпшот Которая в свое время свела всех с ума Или миниатюрную лечикита от Джак Мюс Или сумку-пауч, получившую прозвище Пельмень от Ботега Венета Правда, сейчас такие сумки делают популярными не знаменитые актрисы Или первые леди государства, а блогеры Останутся ли эти сумки Итбэками спустя десятилетия, покажет время Но определенно мы видим, что мода поменяла свой вектор Раскрутки культовых вещей И мы видим, откуда теперь они к нам приходят И тренды к нам сейчас приходят И социальных сетей И еще один момент, который можно заметить Что вместо красивых легенд из серии Ким Кардашиен зашила в бутик Диор и влюбилась в сумочку Культовые вещи проникают в наш разум через скандалы Или фриковатые шоу типа Мэтт Галла Интересный момент в том, что Итбэкс, получившие свою славу еще в прошлом веке Остаются легендами до сих пор Они становятся героями статей, кампейнов и съемок Бренды перевыпускают их И все это активно форсится в мире моды А главное, их по-прежнему носят Несмотря на то, что они были придуманы десятилетия назад Раз уж мы упомянули новое поколение культовых сумок Давайте поговорим и о них Главными приметами новых Итбэкс, назовем их так Стали редкость и персонализация Например, у Гуччи наибольшим спросом сейчас пользуются ограниченные выпуски модели Dionysus И сумки редких оттенков и из редких видов материалов У меня есть ощущение, что это также способ брендов отстроиться от производства самых подделываемых сумок Они таким образом борются с фейками Селин, например, делает капсульную линию известной сумки Luggage Для которой дизайнеры изменили размер и сделали сумку из нового материала из крокодиловой кожи Одним словом, дизайнеры вернулись к урокам модного дома Hermes Делая свои модели максимально труднодоступными Главный вывод заключается в том, что молодые марки стараются подстроиться под вкус уже новых покупателей Миллениалов и зумеров Например, созданный в 2004 году бренд Maltego, у которого есть две самые продаваемые модели Присцилла и Сюзанна В своей новой коллекции они сделали ставку на сумки, украшенные лозунгами Надели бы такое? Пишите в комментариях В общем, мода меняется В первую очередь, потому что меняются люди И если раньше женщины боролись за простую человеческую жизнь Носить брюки, снять корсеты, позволить себе сумочку через плечо То сейчас с уверенными шагами во всех сферах жизни мы движемся к равенству И у вещей теперь нет гендера Есть эксклюзив, есть эффект вау Имеет место быть попытка сломать привычные образы Например, сумки намеренно сделаны грязными или разорванными Или сумки ведра в прямом смысле этого слова Но в то же время классика остается той самой классикой, которая передается по наследству И у которой всегда будут ценители и последователи Друзья, один очень важный момент Я решила поменять вектор канала И мы теперь с командой делаем ролики в новом формате Мы очень старались при подготовке этого выпуска И нам очень важна ваша поддержка Поэтому мы решили сделать наши ролики более углубленными в историю моды Двигаться к просвещению Я верю, что за просвещение в принципе будущее и наше развитие Поэтому нам очень важна ваша поддержка Пожалуйста, прямо сейчас поставьте на паузу этот ролик Нажмите лайк Напишите какой-нибудь теплый поддерживающий комментарий Я верю, что вместе у нас получится продвигать эти ролики про моды Над которыми мы, правда, очень много работали Очень старались, делая этот выпуск Ну что, напишите, пожалуйста, как вам выпуск Что думаете по поводу инбэк и будущего этого явления Какие у вас появились идеи, инсайты Я всегда читаю ваши комментарии И мне безумно приятно, когда вы узнаете что-то интересное вместе со мной А с вами была Анна Куц, канал Школы модного бизнеса До новых встреч!